Спотегнев и Чешский князь в 894-915 годах Правление Спотегнев и стал князем после двух лет непосредственного руководства страной Моравского правителя Святопулка и после смерти Боржевой И. Так как после смерти первого чешского князя Спотегнев оставался малолетним и являлся вассалом Святопулка и, в 895 году Мадьяры вторглись в Моравию и разгромили это государство. После этого Спотегнев и объявляет чешское княжество независимым. Все его правление прошло в войнах против венгров в союзе с Баварией. Несмотря на постоянные набеги венгров и неспособность их остановить, Спотегнев и удалось отстоять независимость Чехии. На мысе над рекой Волтава Спотегнев построил церковь, а Дева Мария окружил ее деревянным чистоколом, а рядом построил княжеский дворец. Так были заложены основы Пражского града, куда он переехал со своей свиты из Левиградца. Прага стала центром формировавшегося чешского государства. Спотегнев, вероятно, также является основателем крепостей, которые стояли на границах исходного домена Пржемысловча и Тютина, Либушина, Будича, Мельника, Стара, Болеслава и Лхшетиней. Из Пражского града этих крепостей Пржемысловичи стали управлять окрестностями и постепенно починили местных жителей. Различные источники указывают дату смерти Спотегнева и в 1905 и 1915 году. В настоящее время ученые склоняются в пользу последней даты. Спотегнев и вторым после своего отца Бржевое принял христианство. Семья имя жены князя неизвестна. По-видимому, она была похоронена в течение нескольких лет после смерти Спотегнева в его могиле на Пражском граде под полом церкви Девы Марии. Об их возможном потомстве ничего не известно.